Никаких выходных, даже в свой праздник. Пилоты вертолётной эскадрильи 393-й Севастопольской авиабазы, в который раз отправляются на учения. Перед вылетом идут последние проверки. Заправка машин, зарядка орудий. Я для себя из каждого полёта уясняю только наилучшее, особенно когда полёт совершается на боевое применение, на полигон летаем. Это очень зрелищно, красиво и приносит, конечно, опыт, который, будем надеяться, никогда не пригодится нам. Пилоты вертолётов сплошь опытные лётчики. В вооружённых силах почти все больше десятка лет. В воздухе предельная собранность. Условия максимально приближены к боевым. Задачу нужно не просто выполнить, но и прикрывать товарищей, которые летят в паре десятков метров. Один за одним, словно накатывающие волны, вертолёты выходят на цель. Сегодня в этой зоне учений должна пройти колонна нашей военной техники. Но на пути следования была обнаружена засада. Как раз в это время в дело и вступают военные лётчики. И главная цель с помощью неуправляемых авиационных ракет уничтожить наземные силы противника. В воздушных манёврах на крокодилах и ночных охотниках участвует около 300 человек. Это не только пилоты, здесь и инженеры, и наземный состав, плюс связисты. Итог операции зависит от командной работы. 393-я севастопольская авиабаза уже трижды становилась лучшей среди авиационных частей России. Пилоты воевали в небе Афганистана, находились в самом эпицентре во время чеченского конфликта, действовали в составе миротворческих сил в Абхазии, Анголии и Эфиопии. Встать на защиту интересов Родины лётчики готовы в любой момент, уверяет командир авиачасти. В преддверии праздника Арифагат Хабибуллин и другие военнослужащие собрались в концертном зале Краснодара. В 2011 году был самый большой приток молодых выпускников лётного инженерного училища. В 2011 году я получил от высших военных учебных заведений 153 молодых лейтенантов. Вот они встали на крыло, после этого в 2012 году получили молодых офицеров, в 2014 году, в 2015 году идет процесс обучения лёдного состава, инженерного состава, наземного состава. Можете спать спокойно, мы всегда в готовности защитить свои рубежи, свои родины, свои страны. Зал полон. Ветераны, офицеры российской армии, курсанты военных училищ. Самые настоящие защитники Отечества. На сцену выносят флаги России и Кубани, знамя победы. То самое, которое в далёком 45-м водрузили на крышу Рейхстага. Наша страна, страна победителей, скажет позже в своём обращении Вениамин Кондратьев. Губернатор и председатель законодательного собрания края в торжественной обстановке поздравляют всех, кто охраняет мирный сон кубанцев. История России неразрывно связана с великими военными победами нашего народа. Россия – это страна-победительница. И тому подтверждение сегодняшний уровень нашей Российской Федерации на мировой арене. Мы достоинства мировой державы несли, несем и будем нести. Там, на передовой, на внешнеполитической арене, сегодня наш президент. Благодаря ему больше ни у кого в мире не осталось иллюзий, что Россия слаба, что готова отступить от своих национальных интересов и принципов. Поэтому наша задача – сплотиться вокруг нашего президента. Вместе с президентом мы продлили большой путь к единству нашего народа и гордости за свою страну. И вместе мы должны сохранить Россию сильной и независимой. У нас состоялась встреча в законодательном собрании с молодыми офицерами. И обращаясь к ветеранам, присутствующим в этом зале, я хочу сказать. Вы можете быть уверены в том, что судьба вооруженных сил Российской Федерации в надежных руках. Это замечательные молодые офицеры, которые четко знают, как выполнять поставленную задачу, которые любят свою страну и уверен, они в любой момент готовы будут выполнить приказ по защите своего отечества. Десантники, авиационные дивизии, бригада спецназначения, Новороссийская морская авиабаза, ракетные войска и артиллерия. Военные части Кубани считаются одними из лучших, а недавнюю проверку по поручению президента страны офицеры и солдаты прошли с достоинством. Сегодня они главные герои праздника, и для них самые важные слова благодарности и уважения. Павел Кузнецов, Мария Крошина, Денис Перец, Алексей Комаров и Михаил Власенко, Кубань-24, Кореновский район, Краснодар.